МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рязанскому историко-архитектурному музею 130 лет. Репортаж с юбилейного мероприятия. Ну а теперь обо всем подробнее. Осталось всего недели до наступления Нового года. Впрочем, новогодние рождественские праздники дарят горожанам не только веселое настроение, но и прибавляют тревог. Одна из них – это традиционный рост цен в магазинах. Некоторое повышение стало заметно уже сейчас. Сегодня мы решили выяснить мнение горожан относительно подорожания продуктов. Подорожание продуктов, особенно перед новогодними праздниками, не новость для потребителей. Но после колебаний валютного курса цены начали расти гораздо быстрее, чем обычно. Причем не везде они отвечают действительности. Похоже, что некоторые розничные продавцы искусственно завышают стоимость продуктов. С августа по стране мясо и птица подорожали на 2,5%. Рыба – почти на 1,5%. Изменяется в сторону повышения и правительственный прогноз по инфляции. Она ожидалась на уровне около 5%, но сейчас стоит рассчитывать уже на 8%. Мы попытались выяснить, как отразилось на кошельках простых горожан подорожание продуктов. Немного отражается, но у нас народ к всему привыкает. Очень отражается. Отражается ли на вашем кошельке подорожание продуктов в магазине? Да. По весу легче становится. Конечно. А у кого-нибудь у нас всех отражается. Еще как. Мы пенсионеры. Отражается очень. Так что же влияет на рост цен продуктов питания в России? Прежде всего, отмечают экономические эксперты, это предновогодняя лихорадка. Подорожание обычно составляет около 5%, ну а после праздников рост цен должен замедлиться. Все эксперты утверждают, что простым жителям стоит ожидать повышения стоимости продуктовой корзины. Однако единого мнения, на каком уровне это повышение будет, ни у кого из аналитиков нет. В общем, сложная экономическая обстановка вызывает в горожанах неопределенность и на планы на будущее. Хотя про новогодние праздники жители, конечно, не забывают, но и пытаются к ним подготовиться. Скажите, пожалуйста, у вас есть новогоднее настроение? Нет. А почему? Жизнь такая. А что такого плохого? Ну, сами понимаете, зарплата, кредиты и все такое. Конечно, ощущаем. А елку дома поставили? Нет еще, собираемся. А где отмечать будете? Дома. С кем? С девушкой. Как у вас новогодним настроением? Хорошо. Хорошо? Да. Елку дома поставили? Поставили. К отмечанию готовы? Готовы. Ну, есть, но с кризисом, конечно, у людей его стало меньше. А у тебя новогоднее настроение есть? Есть. Дед Мороз подарки заказала? Заказала, письмо отправила. И от тебя, и от брата. Чего попросила? А это секрет. Началась новогодняя неделя и для юных рязанцев. Сейчас в детсадах, школах и театрах проходит представление. Главные зимние сказочники Дед Мороз со Снегурочкой щедро дарят подарки маленьким ребятишкам. Репортаж с губернаторской елки у Михаила Шибанкова. С, два, три, два, шоу, шоу! Праздничное настроение сегодня царило в музыкальном театре. Юных рязанцев пригласили на ежегодную новогоднюю губернаторскую елку. Участниками праздника стали победители различных олимпиад и конкурсов, воспитанники детских домов, дети из многодетных и социально незащищенных тьмей. Артисты театра подготовили для ребят музыкальный спектакль. Дети приняли участие в новогодних конкурсах, встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Каждый ребенок получил по сладкому подарку, а главное, получил массу приятных впечатлений от этого замечательного мероприятия. В нашем регионе участились аварии с трагическими исходами. Дорожные полицейские практически ежедневно выезжают на места смертельных ДТП. Во вторник днем на трассах области случились сразу две страшные аварии. Подробнее в репортаже. Зимняя дорога коварна и непредсказуема, а резкие перепады погоды, как известно, добавляют дегтя в и без того несладкую дорожную ситуацию. 23 декабря в нашем регионе выпал снег, и некоторые автомобилисты, к сожалению, к такому повороту событий готовы не были. На трассе Калуга-Рязань в Захаровском районе произошла авария. Столкнулись ВАЗ-7 модели и Volkswagen Passat. Volkswagen Passat, за рулем которого был водитель мужчина, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате этого происшествия водитель «семерки» скончался на месте происшествия. Четыре человека получили травму. Спустя два часа на трассе Москва-Челябинск в Сасовском районе столкнулись сразу три грузовика. В результате ДТП одна из машин загорелась. На ликвидацию аварии выезжали три пожарных автомобиля. Трагедия, больше напоминающая жуткий сценарий фильма ужасов. Только это не фильм, а страшные реалии нашей жизни. «Столкнулись во встречном направлении они двигались. У одного из грузовиков отлетела кабина. Пассажир из кабины выпал. Следом ехавший грузовик совершил на него наезд. Он скончался на месте происшествия. Еще двое человек получили травмы. Один из грузовиков загорелся и выгорел дотла». И в который раз мы просим вас, уважаемые водители, быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Не гонять и не спешить. Не дай бог, такие страшные последствия придется переживать вашим близким. В продолжение автомобильной темы. Рязанские дорожные инспекторы остановили автомобиль с пьяным 25-летним водителем внутри. Как выяснили инспекторы, молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности. И уже был лишен водительского удостоверения в ноябре этого года. Сейчас его приговорили к 12 суткам ареста. Ему было предложено пройти освидетельственное состояние опьянения. Он отказался. Так как он уже, будучи лишен права управления за езду в нетрезвом виде в ноябре, был лишен права управления, к нему был применен арест. Что до алкоголя, то он, как выясняется, может быть и не всегда легальным. Полицейские продолжают рейды по точкам продажи контрафактного и суррогатного пойла, которые зачастую располагаются прямо на дому. Ну что за Новый год без шампанского? Тут уж традиции, как говорится, превыше всего в преддверии праздников. Вопрос покупки немалого количества алкоголя для праздничного стола стоит особенно остро. И тут за дело берутся настоящие профессионалы разливного дела. Тысячи людей ежегодно попадают в больницы из-за отравления некачественным алкоголем. Чтобы избежать тяжких застольных последствий, сотрудники полиции регулярно проводят в Рязани и области рейды по пресечению незаконной торговли спиртосодержащей жидкостью, так сказать, на дому. За 2014 год на нарушителей, уличенных в продаже нехорошего алкоголя, было составлено более тысячи протоколов об административном правонарушении. При повсеместной помощи местных жителей участковые полномоченные полиции эффективно выявляют адреса, по которым ведется незаконная торговля спиртосодержащей отравой. И хотя вот в таких домашних разливайках объем суррогата, как правило, небольшой, всего по 20-30 литров, количество отравления от такого продукта не уменьшается. За данные деяния на граждан наложено уже штрафов свыше миллиона рублей. Хочется обратиться к нашим гражданам города Рязани, чтобы не покупали сомнительные спиртосодержащие жидкость, чтобы не встретить Новый год в больничной палате вместе с врачами, а лучше встретить другого своих друзей и родственников. Берегите свое здоровье, покупайте алкоголь только в специализированных местах продаж. И новогодние праздники, сытые и веселые, пройдут без тяжких последствий. А сейчас информация для предпринимателей. Специалисты пенсионного фонда сообщают, что осталась неделя до окончания сроков уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России за уходящий 2014 год. В настоящее время в Рязанской области зарегистрировано более 27 тысяч представителей самозанятого населения. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, это самая большая категория в этом составе. О главах крестьянско-фермерских хозяйств, об адвокатах и нотариусах, занимающихся частной практикой. Эти граждане не производят выплаты физическим лицам и страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования уплачивают за себя в фиксированном размере. До 31 декабря текущего года эта категория населения, ее представители должны уплатить в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования более 3 тысяч рублей страховых взносов, в Пенсионный фонд Российской Федерации более 17 тысяч рублей. И срок платежа за текущий год 31 декабря. Несмотря на то, что в настоящее время на официальном сайте ПФР выложены все платежки, выложено программное обеспечение, предоставлен сервис личный кабинет платежи, где можно сверить платежи, узнать задолженность, некоторые представители самозанятого населения достаточно халатно относятся к проблеме уплаты страховых взносов. И это можно проиллюстрировать, по данным статистики, из 27 тысяч самозанятых в Рязанской области более 9700 человек являются должниками в Пенсионный фонд. И сумма задолженности составляет более 370 миллионов рублей. Фонд медицинского страхования более 50 миллионов рублей. И в данном отношении важно отметить, что если до 31 декабря текущего года задолженность не будет погашена, то она будет признана недоимкой и впоследствии будет подлежать взысканию с учетом пения в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Ну а теперь о культуре. Заканчивается 2014 год, который был обозначен как год культуры в России. И примечательно, что один из старейших музеев страны, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, отмечает юбилей 130 лет с момента своего основания. Рязанский музей переживал разные времена, но цель у музейных работников всегда оставалась одна – сохранить знания о прошлом Рязанского края и поделиться ими с горожанами. Ведь сейчас в фондах хранятся десятки тысяч предметов и экспонатов, представляющих историческую значимость и культурную ценность. 23 декабря зал камерной музыки Рязанской филармонии распахнул свои двери для публики. Программа вечера, награждения, поздравления и самые теплые пожелания. В этот раз люди пришли не на концерт, а настоящее торжество, посвященное 130-летию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Ну, во-первых, я хотела сказать, что 1914 год – это большая дата не только для нашего музея, но и для всех музеев страны. В этом году, в 300-летии, мы отмечаем музейного дела России. В 1814 году была открыта кунсткамера. И в этом же году, юбилейным для всех музеев, мы отвечаем свой юбилей – 130-летие со дня основания нашего музея. Рязанский музей-заповедник является одним из старейших в России. А вместе с тем, это надежное хранилище национально-культурного наследия. Его коллекция насчитывает более 250 тысяч экспонатов. Одна из главных ценностей – 17 кладов, найденных во время раскопок на археологическом городище Старая Рязань. Но есть и много других ценностей. Это, естественно, псалтырь, который мы храним в фондах нашего музея, где записана, есть запись, вернее, обоснование нашего города. То есть не каждый город имеет, можно сказать, такое свидетельство о рождении. Есть очень хорошие коллекции икон, золотого шитья. На протяжении 130 лет историко-архитектурный музей верно служил обществу. Это говорит о том, что люди, работающие там, – настоящие патриоты и профессионалы своего дела. Они помогают гражданам видеть, ценить и понимать историю своей страны. Это был завершающий информационный выпуск «Видеоматериал». Далее в эфире программа «Подробности». Гостем в студии стал замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Денис Боков. И речь пойдет о стратегии развития молодежной политики, направленной на привлечение молодежи к волонтерскому движению. На сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин